мастерства. Сначала автор концепции создает проект. Затем проект отправляется к проектировщику, который готовит технические чертежи. Трубы органа делаются из сплава олова и свинца. Олова более тверда, металл придают звуку яркость, тогда как свинец более мягкий, привносит теплоту. Мастера льют расплавленный сплав на поддон, а затем раскатывают, чтобы получить лист. При остывании листа два металла вступают в реакцию, создавая пятна. Лист отправляется на склад, чтобы дать сплаву время стабилизироваться. Два-три месяца спустя он готов превратиться в труб органа. Сперва куски металла режут по форме каждой трубы, используя шаблоны и большие линейки. Затем каждый кусок скатывают, используя сердечник. Чем больше орган, тем больше в нем труб. Трубы сгруппированы по 61 по числу 61 черной и белой клавиши на клавиатуре. В сложном органе может быть более 10 тысяч труб. Корпус каждой трубы аккуратно запечатывается вручную с использованием оловенного припоя. Далее корпус трубы припаивает к ножке и устью. Устья — это деталь, которая производит звук трубы. Процесс придания каждой трубе особого звука называется озвучиванием. Эта работа делается обученным музыкантом-настройщиком. Он увеличивает отверстие трубы, называемая щель, пока оно не будет примерно равно четверти ширины. Он далее подстраивает трубу, продувая через нее воздух, чтобы понять, как сделать тон еще чище. Далее появляются воздушные камеры. Их еще называют вендладами. Это большие деревянные ящики, наполненные воздухом, на которых стоят трубы. Под каждой трубой проходит воздушный канал, покрытый клапаном. Клапан сделан из кожи и стоит на деревянной доске. Когда органист жмет на клавишу, соответствующий клапан падает, как крышка люка, выпуская воздух в трубу, чтобы та издала ноту. Клапаны приклеивают к вендладу одну за другой, используя животный клей. Более мягкий высыхает быстрее, чем синтетический. Клапаны соединены с клавишами органомеханически длинными трактурами из кедра, и электропроводами. Электрический сигнал включают электромагниты, чтобы вызвать резкое падение давления воздуха. При этом крышка люка клапана падает и впускает воздух. Консоль — это мозг органа. Она содержит весь контроль клавиш регистров. Белые клавиши органа сделаны из липы, покрытой костью. Черные клавиши — из эбонита или палисандра. Мастер настраивает клавиши, используя груз. Когда груз поднимается, натяжение как раз такое, как нужно. Консоль, клавиши и все остальные компоненты, наконец, соединяются в сборочном цехе. После проверки орган разбирают и доставляют к месту назначения, где он собирается вновь. Настройщики прибывают на место, чтобы выполнить то, что называется тональной отделкой. Они проверяют и настраивают каждую трубу в соответствии с акустикой помещения. Для большого и сложного органа этот процесс может занять многие месяцы.